В этом видеоуроке мы с вами поговорим про приставки, но не такие простые, как, например, un, да, из серии, там, happy, unhappy, счастливый, наоборот, несчастливый, да, например, kind, unkind, добрый, недобрый, или, там, appear, появляться, disappear, исчезать, но мы с вами поговорим про более сложные приставки в английском языке, а точнее про re, pre, co, over, under, sub и n, да, в английском языке. Итак, давайте посмотрим различные примеры с данными приставками, да, итак, приставка re, да, обратите внимание именно на произношение re, да, писать re, re, redo, переделать, например, I'll redo my homework, я переделаю мое домашнее задание, да, или, например, remake, да, всем известно, то есть, remake, то есть, что-то сделанное заново. То есть, re, это, другими словами, to do it again, сделать это опять. Далее, приставка pre, да, пред, да, означает, например, election, это выборы, pre-election, предвыборный, да, например, they launched their pre-election campaign, они запустили предвыборную кампанию. Приставка core, да, означает преднадлежность, например, worker – это рабочий, coworker – это коллега. Например, what can you say about your coworkers? Что ты можешь сказать о своих коллегах? Далее, under, да, это, значит, недо означает, то есть, если over – это, наоборот, перед, да, то under – это недо, например, underpay – недоплатить, например, they underpaid him, они недоплатили ему. Антоним – это приставка over, they overpaid him. Далее, sub, приставка sub, здесь означает ниже какого-то уровня, например, subnormal, например, look, normal – это нормальный, subnormal – ниже норма, да, например, this indicator – это показатель из subnormal, это показатель ниже норма. И приставка in, значит, придать какое-то вот свойство, смотрите, large – это большой, да, а enlarge – это увеличить, да, то есть, в принципе, видите, что смысл также сохраняется, да, например, danger – это опасность, in danger – это, как вы понимаете, in danger – подвергаться опасности и так далее. Но здесь, в принципе, самое основное – это просто знать, как бы, значение приставок, да, мы, в первую очередь, говорим это о приставках или префиксах, да, как принадлежать re – это to do it again, pre – это pre – это core, это, значит, причастность under – это недо, over – это, например, перед, sub – это ниже какого-то уровня, да, и in – это придать какое-то значение, да, и обреть внимание, например, на… Пишется, смотрите, en, да, enlarge, но читается enlarge, то это in – звук in, enlarge, да, например, they are going to enlarge the size of his pension, да, они собираются увеличить уровень его, размер его пенсии. Ну, вот так вот, в скором времени мы еще разберем много чего полезного и интересного касательно приставок и много всего другого. Also, keep in touch, thank you, bye.